А я сейчас снова нажимаю на кнопку 3 плюс 0, и давайте посмотрим, кто будет моим следующим соперником. Виртуоз комбинации? Ну, замечательно. Играю на планете, контроль 3 плюс 0, и виртуоз комбинации разыграл защиту Чегорин. Чегорин это марка, это класс, это фирма Adidas. Так, ну хорошо. Смотрите, ферзя-то он не зевнул, это правильно, это он молодец. Сюда. Так, а давайте-ка вот так сыграем, на c6 просто побью. Эх, это ничего себе, а если f3, подождите, сейчас еще слон бьет f6, есть интересный ход. Слон бьет f6, нет, слон d1, там, наверное, без качества можно остаться. Взяли, взяли, взяли. Ну, слон g4 такой на храпистый ход. Сюда, сюда. Так, ладья е8. Могу ли я брать? Могу ли я брать на g4? Ну, как, довольно тревожно. Ладья е3, там меня, наверное, будут где-то местами мотовать. А точно будут мотовать? fg. Ладья бьет е3. Король f2. И на ферзь b6 будет ход слон d4. На ладья е8. Ну, очень, кстати, очень рискованно, конечно, это смотрится. Еще раз. Так, ладья е3, король f2. Так, 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 так. А хочется? Знаете, вот просто хочется. Ну, побил. Я понимаю, что... Ну, конечно, были более спокойные пути, но я не ищу спокойных путей. Я ищу бури. Я ищу комбинации. Мне хочется, чтобы было интересно, любопытно и свежо. Сюда, ну, наверное, слон е2, слона на f3 поставить, наверное, это правильное занятие, да? Так, на ладья е8, слон f3 будет ход, наверное, какой-то темповой, да? Я этого ферзя сбиваю как-то с понтолыку. И, что очень важно, не пускаю коня на е4. Так, хотя он может начать с хода ферзь f4. Вот что меня-то и вожит немножко. Ну, тогда, видимо, король g1 придется сыграть. Не знаю, может быть, конечно, надо было сразу на f6 бить. Здесь все-таки главная опасность, наверное, здесь для белых заключается в этом коне. f6, который может куда-то прыгнуть. Ну, скажем, после ферзь f4, скорее всего, надо будет забирать этого коня просто из таких спортивных соображений, чтобы он здесь не бузил. Ну, давайте заберу, чтобы, как говорится, команда не волновалась. Так, ладья е2, ферзь е2. Ну, теперь, наверное, ферзь d2 как-то надо потихонечку, помаленечку. Хотя там будет ферзь b6, да? Ферзь d2, ферзь b6. А, ну что, я король g3 убегу. Нормально. Сдать ферзя на поле е2 я всегда готов. Мне кажется, там, да, ну вот, ничего страшного. Ничего страшного. Я понимаю, конечно, что сейчас он отберет у меня 150 пешек. Однако, координацию фигур у меня имеется. Король, если что, через f2 на g3 убежит на h3. Так что, в этом плане я достаточно спокоен. Ну, вот интересно, ферзь бьет а2. Могу я бить на c7? Где там град смертоносных шахов? Итак, ферзь a3, король f2. Ферзь b2. А, и не будет хода король g3 за ферзь e5. Ладно, давайте, просто не буду здесь, что называется, горячиться. Сначала подвожу ладьи, хочу огромное количество ладьей завести на все седьмые, восьмые и прочие ряды. Ну, и дальше буду охотиться. Вот так это уходим, это уходим. Ну, и, наверное, вот теперь уже буду потихонечку пешки подъедать на b7, на c7. Позиции выглядят, конечно, у черных... А, подождите, на b7 же нельзя брать, там ферзь b2 шах. Ты какой хитрый, а? Олень северный, смотрите, со мной играет. g6. Я-то заготовил, конечно, ход слом b7, но там... Давайте вообще не буду играть в пешки, буду играть исключительно в короля. Просто ладью на d7 ставлю, слона на d5. Вот такая у меня идея, просто добираться до черного короля. Без каких-то дополнительных целей. Я вот только не знаю, какую ладью надо ставить на d7, с первого или с восьмого ряда. Ну, мне кажется, вот с восьмого ряда. Я поставлю на d7 и дальше буду к пешке f7 грязно приставать. Пристаю. Пристаю. Ну, то, что пешка может добежать, даже может быть до поля a2, это, конечно, опасно, рискованно. Ферзь b2. Ну, шажочек тебе, шажочек тебе в розовые губки. И слон идет на d5. Ну, слона не пустили, конечно, но, допустим, допустим, вот как-то вот так пошли, да? Я к пешке, к этой пешке все-таки пристаю. Так. Как же это? Ага, подождите. Там он, там он будет играть ферзь e3, да? Пока я не вижу способа, но, может быть, я и не прав, друзья мои. Давайте ладью все-таки на седьмой ряд. Вот так, наверное, будем атаковать. Ладья на f7 вот так будет. Опа-на! Это что такое? Неужели такие штуки возможны? Так. h4, допустим. Это не мат просто-напросто. Вот он может ферзя сейчас провести, но как же от мата защищаться? Защиты не получилось. Виртуоз комбинаций свою комбинацию до конца не давил. Спасибо ему за партию.